Друзья, доброго времени суток вам! Сегодня будем готовить с вами наггетсы. Я купила корочку, разделала ее по частям на суп. На два пакетика лапка, крылышко. Это на потом. А сегодня мы будем готовить наггетсы, поскольку внучка очень их любит. Здесь у нас от корочки две грудки. Одна грудка разрезана пополам. Я разрезала на такие небольшие кусочки и сейчас их пробью блендером. Вот именно не мясорубке, а именно блендером. Чтобы была такая однородная масса, но с мелкими кусочками. Промололи куриную грудь в блендере. Посмотрите, какая однородная получилась масса. Значит, мы подготовили все продукты, которые нам потребуются. Наши наггетсы будут как в Макдональдсе. Значит, что мы взяли? Шесть столовых ложек муки. Четыре яйца, в которые добавила я щепотку черного перца молотого. Ну, через мясорубочку. Чайную ложечку паприки, чайную ложечку карри, чайную ложку сухого чеснока. И, значит, пол чайной ложки мы добавляем в яйца, а пол чайной ложки мы добавляем в фарш. Сейчас мы все это перемешаем. Раз пять-шесть отобьем, чтобы у нас однородная масса получилась. А специи, которые мы приготовили, мы отправляем в муку. И все перемешаем. Значит, в фарш мы больше кроме соли добавлять не будем. Чтобы у нас мясо было беленькое, красивое, сочное. Взбиваем яйцо, делаем лепешечки. Сейчас все вам покажу. Обмакиваем первый раз в муке, потом в яйцо, потом снова в муке, потом в яйцо и снова в муке. И у нас получается два раза в яйцо мы обмакнем и три раза в муке. И будем жарить на среднем огне, ну, где-нибудь в таком сотейнике. Покажу вам все, друзья. Приступаем. Вот Лариса пальчик поранила. Яйца взбиваем прям вот так. Ну, прям минут секундочек-тридцать до однородной массы. Значит, я повторяюсь, здесь у нас перчик и солька. Так, и яйца все взбили. Вот до такого состояния достаточно. Дальше муку мы подготовили. Сюда мы засыпали специи. Все мы хорошо перемешали. Муку подготовили. Теперь берем водичку, чтобы нам обмакивать ручки и ложечку. И будем лепить вот буквально вот так на ложечку, примерно вот столовую ложечку. И будем вот такую, типа, знаете, вот такой вот лепешечки. Ну, как наггетсы, знаете, Макдональдс. Вот такие вот, чтобы толщина лепешечки была, ну, где-то примерно вот, ну, вот такой вот толщины. Видите, как оладушка, когда мы на сковородку. Вот. И, значит, теперь мы вот такую лепешечку обмакиваем в муку. В муку. Затем в яйцо. Я вам покажу просто на примере одной, одной этой. Затем в яйцо. Затем снова в муку. Потом снова в яйцо. Вот. И снова в муку. То есть у нас получается два раза в яйцо и три раза в муке со специями. И выкладываем на разогретую там жаровню. У меня в моем случае жаровня. Значит, ну, я буду где-то жарить на среднем огне по две минутки с каждой стороны. Забыла сказать, что, конечно, нужно обязательно масло растительное. Уходит где-то, ну, примерно грамм 400. Миллилитров 400. Вот как-то так. Вот такая гора наггинцев у меня получилась. Сейчас мы попробуем. Потому что... Сейчас позову внучку, попробуем. Ну, вот. Посмотрите. Свежопросольный огурчик. Помидорку сбегала, сняла. Наггисы. Сейчас мы вам в разрезе покажем. Ну, вот такая красота. Сейчас будем с внучкой ужинать. Ну, что, ребенок мой, вкусно? Вкусно? Ай, какие беленькие в серединке. Покажи. Ну, а все прожаренные. Очень вкусно. С салатиком. Вот так ровные выглядят. Да, так ровные выглядят. Кушай. Приятного аппетита, Дяночка. Спасибо. Пришло время собирать урожай. Ну, вот урожайчик чесночка. Видите, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ух, сколько плошек. И в каждой плошке. Вот такой красивый, богатый, хороший чесночок. Убрали вовремя. Ничего не растрескалось. Все, я ориентировалась по стрелочке. Прекрасный урожай. Чеснок, конечно, вообще порадовал. Ну, друзья, сегодня мы, конечно, с внучкой уморились. И наггетсы попекли. Пожарили. И чеснок вытащили. А еще мы собрали вот такую смородку. Целое практически ведро. Что я хочу сейчас? Я, наверное, половину, практически половину уберу в морозилку. А еще перебью блендером с сахарным песком. Так что вот. Смотрите, какая смородка. Крупная. Она очень полезная. Очень много витаминок. Поэтому вот, друзья. Ну, а если я больше к вам не включусь, то желаю вам всего доброго. Спасибо, что вы приходите на наш канал. За ваши лайки. За ваши добрые комментарии. Спасибо. И до новых встреч. Друзья, еще и вам всем всего доброго. Посмотрите, какую я вкусняшку сделала. Я смороду перебила блендером. Ой, такая вкусно. Пью чай. Так что всех вам благ. Всего доброго. Ой, что-то не фокусируется. Вот. И всего самого-самого. Здоровья вам. Здоровья. И всего-всего хорошего. До новых встреч.